Завершаем выпуск новостью сферы культуры. В Венеции фондом развития культуры и искусства Узбекистана организованы мероприятия в рамках публичной программы «Паноптический сад». К насыщенным дискуссиям мастер-классом присоединились ведущие специалисты сферы культуры и искусства. Подробности в материале программы. Недельная обширная публичная программа «Паноптический сад» проходила в Национальном павильоне Узбекистана в рамках 59-й Международной Венецианской биеннале. Она выбрала в себя насыщенные беседы с художниками, дискуссии, кинопоказы и мастер-классы, модераторами которых выступили кураторы программы Андрис Брингманис и Сара Раза. Вместе с Сарой Раза мы курируем специальную публичную программу в узбекском павильоне под названием «Паноптический сад». В рамках этого проекта мы посетили много интересных достопримечательностей в Венеции. Также каждый день мы встречались с гостями, приглашенными со всего мира. Вместе мы работаем над метафорой сада через призму утопии и антиутопии. Кроме того, мы вместе размышляли над эстетическими идеями вокруг концепции сада. В целом, дискуссии были очень насыщенными и плодотворными. Это большая честь получить приглашение для участия в публичной программе Национального павильона Узбекистана. Очень важно, что эта страна вновь принимает участие в диалоге, которого не было на протяжении двух всяков лет. Отрадно, что республика во второй раз стала участником Венецианской биеннале. В первый раз была продемонстрирована уникальная архитектура – самобытность узбекских махалей. А в этот раз за основу взято изящное искусство – наследие великого мыслителя. Можем с уверенностью говорить, что наша публичная программа призвана вносить вклад в восстановление исторических связей Европы с Узбекистаном. Программа исследовала сад как метафору и дискурсивное пространство, просматриваемое через призму утопии и антиутопии. И павильон Узбекистана, сосредоточенный на практике исламского иерудита Мухаммада Аль-Харизми, также известного как изобретатель алгоритмического мышления, стала удобной платформой для всех этих мероприятий. Неделя началась со встречи с художницей Надей Кааби-Линке, которая представила свою работу «Летающие ковры», созданную в результате восьмидневного периода документирования деятельности торговцев в Венеции. Ами Мехта, София Бейкер, Муниса Халхуджаева и Леонардо Запала обсудили свою работу и исследования от виртуальных миров до современной иконографии. Художник Данила Кареали и его студенты представили свое исследование и фильм «Ночь в Венеции», рассказывающий о системах наблюдения в этом городе. Для меня это было очень большим экспериментальным опытом в работе с коллективом и с группой CCLAB. Я сделала для павильона текстильную работу, как интерпретация традиционного Сюзены. Эта работа тесно связана с простительного мира Узбекистана, экологией. Для меня было огромной радостью понимать, что моя работа идет в такую большую аудиторию, и его уйдет столько людей. И в первую очередь работа с такой командой, я думаю, была самым важным. Ну а следующий день в программе был посвящен концепции болота как инструмента для решения жизненно важной проблемы и сосуществования человека с другими формами жизни, помещая болота на перекресток дисциплин и практик. Болотная обсерватория. Данная сессия пригласила художников Номеда и Гедиминаса Урбоноса. Еще одним гвоздем программы стала презентация Матео Паскинелли, посвященная истории алгоритма с точки зрения своеобразных практик и организации социальной жизни. Ну а за ней последовала алгоритмическая парфюмерия, презентация на хит-меканик о духах как средствах гигиены и идеи невидимой поэзии, проводящей эмоции и понятия на универсальный язык. Также в рамках недели художник Ерген Чавушу Аглу рассказал о своем веб-проекте, иммерсивном опыте, который приглашает зрителей виртуально перемещаться по лабиринтным узорам и абстрактным архитектурам ковра, представленного в виде динамичного трехмерного ландшафта. Программа «Паноптический СА» завершилась показом фильма «Прогулка по морю», рассказывающая об истории Аральского моря. Здесь же состоялась беседа с его создателем Антоном Гинсбургом, в которой даны подробные ответы на интересующие зрителей вопросы. Напомним, создателями нашего павильона в рамках венецианской биеннале изначально была поставлена цель расширить мировоззрение людей, опираясь на богатую историю, которая берет свое начало в далеких, а порой и вовсе неожиданных местах и эпохах. На это направлены проводимые мероприятия по инициативе Фонда развития культуры и искусства нашей страны. И есть все основания полагать, что подобные ивенты станут плодотворной почвой для диалога между узбекскими и международными художниками-кураторами, а также заложат основу для будущих совместных проектов.